Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 марта и сегодня я начала посев перца для выращивания рассады на продажу. Я сейчас объясню, почему такие разные сроки, что свой я сеяла в феврале, очень рано, а этот сею в начале марта. Но тут все очень просто. Я для продажи выращиваю обычно рассаду только ранних сортов, то есть с коротким вегетационным периодом, потому что большинство моих покупателей, и как и большинство жителей Бийска, они не имеют теплицы, и в теплицах перец выращивает мало кто, ну просто потому что теплиц нет. Я-то себе сеяла рано для теплицы, потому что имею возможность высадить пораньше, а вот эти люди, которые покупают у меня вот эту покупать будут рассаду, то они высаживают только после 10 июня. Поэтому начало марта это нормальный срок, иначе мне потом, если она разрастется, расцветет, мне девать ее будет некуда. Поэтому сею всегда или конец февраля, или начало марта, именно вот эта вот граница. Потом ясно, что можно было бы, ну как посеять, посеять-то я могу хоть какой, можно было бы посеять и вот эти высокорослые, позднеспелые, но они при посеве в марте, они уже мало, когда вызревают, поэтому я подбираю вот такие сорта. Буду сеять сейчас венти, первенец Сибири, немножко посею винни-пуха карликового, потому что кто-то для алгорода на балконе спрашивает. Все, на этом закончили, почему сею в эти сроки, теперь про сам посев. Сам посев провожу точно так же, как для своих. Также готовлю грунт. Грунт приготовила, перегной, земля, перемешала, увлажнила, уложила в эти блаточки. Также делаю бороздки, углубления. Кого интересует именно подробная вот эта вся подготовка к посевам, у меня есть уже видео, где я показывала, как я сею свои первые перцы, первый посев для себя. Вся технология посева точно такая же. Можете посмотреть, я ссылку сейчас размещу в описании к этому видео. Отличается лишь тем, что если на рассаду, если для себя сею реже, то на рассаду я сею чуть почаще. Опять почему? Всему же есть свои причины, почему я сею чаще. Просто-напросто потому, что сею на рассаду всегда свои семена, и сею те семена, которые у меня остаются от продажи, от торговли семян. То есть я предполагаю, что возможно у них будет схожесть чуть похуже, и какие-то из них могут не взойти. Поэтому я делаю чуть загущено. Это мне не помешает, потому что я все равно буду его пикировать. Это первое. Второе. Перец это не томаты, он в рассаде сильно не вытягивается. И первые 20-30 дней, ну около трех недель, он растет очень медленно. У него вот эти две семидольки и один или два настоящих листика, они имеют маленький такой размер, что они не будут мешать друг другу. А потом я сделаю или прореживание слабое уберу, или просто распикирую пореже. Все точно так же, как при своих посевах. Я вот смочила дорожку привикуром, разложила все эти семена, специально показываю перед вторым поливом, чтобы вам видно было, сколько семечек. И потом я второй раз еще раз сильно увлажню вот эти дорожки привикуром, вот так вот прям проливаю, чтобы семена были в мокром грунте. И знаете же старинное выражение, садишь в грязь, будешь князь. То есть, если мы посадим вот в такую, будем посев проводить прям, ну вот как, очень влажная, как грязь, то семена, конечно, и набухнут, и шапочки они скинут хорошо, все должно быть хорошо. Потом сверху я вот так присыпаю вровень, заравниваю только эти бороздки, потому что сильно перец не заглубляю, им обычно больше одного сантиметра даже не рекомендуется, 0,7 или 1 сантиметр. И сверху закрываю пленочкой. Тот грунт, который я присыпаю сверху, я уже не поливаю, влажности вот этой хватит. Закрываю пленкой в теплое место. Вот теперь, когда у меня есть подогрев для семян, я посмотрю, насколько будет разница, как быстро они у меня взойдут. Вот это весь посев массовый. А, еще хочу сказать вам про количество. Конечно, я все записываю, маркирую. Сразу я вот этикеточки сделала. Вот, лоток номер 18, перец венти, 226 штучек я там положила. И сразу записываю в свой журнал огородника. Вот, посев перца на рассаду для продажи. Лоток 17 и лоток 18. Они одинаковые. Перец ранний венти, мои семена. Грунт не обработан, семена не обработаны. Бороздки два раза превикуром. В одном лотке 218 штук, в другом 226. Всего 444 венти. Вот, на посев вот этого почти полтысячи венти уходит полчаса. В конце видео можете посмотреть, как я раскладываю. Я там немножко говорю вам какие-то подробности. Но это будет интересно только тем, кто действительно планирует заняться выращиванием перца массово, в больших количествах. Можно посеять и 5000, и 10. Но для этого, конечно, вам нужно будет постепенно научиться собирать свои семена. И я с возрастом, конечно, уменьшаю уже количество. Я в этом году, каждый год хочу себя немного ограничить. В этом году дала себе слово, что больше 2000 семян перца не буду высаживать, потому что у меня основное направление все равно томаты. Но вот, как видите, полтысячи уже заняло венти, а хочется еще и желтый, хочу золотое чудо посеять. Потом и вот этот первенок в Сибири. Но постараюсь больше двух не высаживать. Если вы молоды и здоровы, можете высаживать сколько угодно. Перец очень хорошо, рассада растет. Он не вытягивается, он не желтеет, не бледнеет. Вырастить его легче, чем томаты. Все, сейчас, кто хочет дальше, смотрите, как я раскладываю. Я пока прощаюсь на этом. Продолжение следует... Так как я занимаюсь этим уже давно, мои движения, конечно, отработаны до автоматизма. Расстояние между семенами я, конечно, не измеряю. Один рядок примерно укладываю за минуту. Лоток целиком 15-20 минут. Все это быстро происходит. Массовые посевы легко сеять, потому что обычно сеешь один сорт, весь лоток один сорт. Никаких разделений, никаких тут подписей, ограничений не нужно. Вот если я сейчас сею сорт венти, весь лоток одни и те же семена. От этого процесс ускоряется. В течение дня можно посеять несколько тысяч семян сразу. Конечно, нужно и аккуратность, и усидчивость. Работа монотонная, требующая повышенного внимания, сосредоточенности, отвлекаться нельзя. Но я сажусь и в тишине, в одиночестве, в полном, сижу и раскладываю целый день вот эти семечки. Так как это делается всего один раз, дальше уже будет легче. Потом только полив и больше ничего. И пикировка. Все. Простите. Простите. Все. Продолжение следует... Продолжение следует...